Андрей Сергеевич, как Вы восприняли новогоднее обращение Путина и вот этого появления в ночь с 29-го на 2000-й год? О чем подумали? Какая у Вас была реакция на тот момент? Моя реакция на тот момент была, пожалуй, что такой стандартный и общепринятый. В то время мы уже слегка подустали от утомленного властью Ельцина. Да, говорка по Фрейду. И действительно, у нас так как-то в стране принято, что любая перемена всегда воспринимается позитивно. То же самое было с Хабировым, который пришел на смену Хамитову. То же самое было с Хамитовым, который пришел на смену Рахимову. Ну а тут уже в глобальном смысле по всей стране. В общем-то, я лично воспринял это с любопытством и с позитивом. То есть в тот момент. Потому что абсолютно ничего не зная о том, кто такой Путин, не понимая, чем нам это все чревато. Ну и возраст у меня был тогда несколько иной, чем сейчас. То есть и знаний у меня было поменьше. Соответственно, я воспринимал это тогда с каким-то неподкрепленным ничем энтузиазмом. Ну как, наверное, и большинство россиян в тот момент. То есть они с симпатией отнеслись. Молодой, непьющий, энергичный и прочее. То есть все вот эти наборы штампов присутствовали, наверное, в моем сознании тоже. А вот все о том, что он говорил в новогоднюю ночь тогда, это свобода слова, свобода СМИ, права собственности, которые он пообещал защитить. В каком состоянии сегодня? Только вот, пожалуйста, в рамках нынешней политкорректности, чтобы не нарваться на Роскомнадзоре. Ну, тут действительно произошла метаморфоза практически на 100%. В том смысле, что то, что говорил Путин первые, ну, может быть, три года своей власти. И то, что мы сейчас видим, это вещи противоположные друг другу абсолютно. На 180 градусов. И тогда это было, ну, абсолютно гармонично и абсолютно созвучно тому, что, в общем-то, происходило в стране и куда страна двигалась. То есть если бы Путин в тот момент вышел и сказал, так, мы, значит, здесь против частной собственности, мы тут, значит, все сейчас превратим в государственную, мы отменим там свободу слова и прочее, прочее. Ну, не то, чтобы его не поняли. Ну, я думаю, что он, в принципе, не мог такого сказать тогда. Ему понадобилось 22 года для того, чтобы подготовить и общественное мнение, и политическую, и экономическую ситуацию в стране для того, чтобы происходило то, что происходит сейчас. Это безусловно. Важнее то, что, судя по всему, то, что он говорил в эту новогоднюю ночь, и то, что он говорил еще несколько лет по инерции после этого, скорее всего, это все было неправдой. И все это не было его убеждениями, а думал он совсем о другом. И стремился он совсем к другому, а именно к тому, к чему он пришел сейчас. То есть, к авторитарной власти, к полному контролю государства над экономикой и прочим-прочим вещам, которые мы сейчас наблюдаем. Соответственно, как бы вот важно в ретроспективе это понимать, что все, что было сказано тогда Путиным, вероятнее всего было ложью. — Самое интересное, что первым государственным актом, первым документом, который он подписал при вступлении на должность, это был указ о гарантиях президента Российской Федерации, прекратившему исполнение своих лономочий, членов его семьи. На тот момент это был единственный человек в стране, это был Ельцин. А вот как вы думаете, на ваш взгляд, он воспользуется этим указом, который сам же написал? Ему нужны гарантии, когда он покинет пост? — Ну, в России традиция смены власти такова, что последователи начинают топтать своих предшественников. Ну, в той или иной степени, некоторых. — Не, но с Ельцином ведь было не так. — Ментально с Ельцином было почти так. Но так как все-таки Путин в определенном смысле зависел от команды, которая его привела в Кремль, и эта команда почти на 100% состояла из людей Ельцина, какое-то время он придерживался хоть каких-то приличий. Сейчас уже эпоху Ельцина, значит, клянут на каждом углу. Сам Путин многократно высказывался негативно об этих временах и так далее. То есть, единственное, чего он не позволяет себе до сих пор, это прямых выпадов в адрес лично Ельцина. Но, тем не менее, все, что делалось с Ельцином и все его достижения, и все его действия, в том числе и то, как демонтировался Советский Союз уже, когда он до июра был демонтирован, а де-факто еще нет, даже эти процессы все равно сейчас подвергаются порицанию со стороны Путина. Так что, к чему я это говорю? К тому, что, конечно же, Путину уходящему, если мы вообще о таком можем говорить, потребовались бы какие-то гарантии. И, возможно, он с удовольствием бы воспользовался вот такой вот опцией, как подобный указ, который был выпущен в адрес Ельцина. Но я абсолютно уверен в том, что, ну, понимая психологию Путина настолько, насколько это возможно, и понимая ту ситуацию, которая сейчас складывается в стране, ни о каких гарантиях, на самом деле, речи идти не может. И Путин это понимает лучше меня и лучше нас с вами. Потому простой бумажки о том, что ему ничего не будет за то, что он делал, когда он был президентом, конечно, ему будет недостаточно. Что, настолько все плохо? Ну, безусловно, все существенно хуже, чем тогда, когда Путин менял Ельцина. Я имею в виду, скажем, те возможные претензии, которые могли быть выдвинуты, например, к Ельцину за период его правления. То есть вот этот указ, он как бы страховал Ельцина и его семью, что очень важно, потому что там было сказано и про семью, от каких-либо уголовных и юридических преследований впоследствии. Ну, в рамках, конечно, российской юрисдикции, но, тем не менее, такой указ вполне себе позволил и семье Ельцина, и Ельцину до тех пор, пока он был жив. Ну, в общем-то, благоденствовать и никаким образом ни о чем не беспокоиться. А Путину, конечно, такой бумажки будет недостаточно, на мой взгляд, потому что обстоятельства иные. Ситуация, которая сейчас сложилась, и совокупность деяний, которые Владимир Владимирович допустил за эти два года, конечно, совершенно иная. Тут сравнивать сложно. Ну, самое интересное, что семья, в кавычках с большой буквы, она первая и съехала за последние полгода из России. Ну, это симптоматично, собственно, наследники Брежнева, Сталина, Хрущева, всех практически, ну, и, собственно, и Горбачева, все же проживают за пределами Российской Федерации. Это тоже некая традиция новой России, то есть, соответственно, тут ничего удивительного в этом нет. Окей, включим машину времени. Итак, первый и второй президентские сроки – это с 2000 по 2008 год. Кстати, я слышал достаточно много таких тезисов, что если бы он эти два срока провел, ушел бы в отставку, читал бы лекции в университетах, ездил бы по миру, его бы все богословили. Ну, во-первых, потому что тот, кто победил, тот, кто завершил войну в Чечне, тот, кто понял экономику, да, и он, как Тони Пыр, сейчас бы ездил бы просто по университетам, читал бы лекции. Вот как вы считаете? Я абсолютно разделяю точку зрения, я и сам ее в свое время высказывал. Я высказывал, если бы вовремя остановился Владимир Путин и ушел от власти в 2008 году, то действительно его бы позиция была совершенно иной, нежели та, которая сейчас. Но я полагаю, что это пустые фантазии в том смысле, что в его сознании действительно, скорее всего, был тот план, который он реализует сейчас. Я думаю, что он был в сознании его и раньше, потому что это, скорее, просто сущность человеческая, его собственная сущность. В том смысле, что он именно так видел будущее России. А какой план, извините? План создания Великой России, план изменения вот этого миропорядка, о котором он говорит сейчас, план о свержении однополярного мира и установлении многополярного, видимо, мира или двухполярного. То есть, по сути, если упростить эту всю версию и теорию, то Путин так и не отпустил Советский Союз, о котором он грезит постоянно, о котором он периодически вспоминает и рассказывает о том, как там было хорошо, о том, как поддерживает российская пропаганда любые тезисы о том, что Советский Союз был велик, могуч и абсолютно правильной государственной конструкции. То есть, я думаю, что Путин просто примитивно не смог вылезти из того мира, из того времени. Или не отпустили. Его не отпустил этот мир. То есть, он сам плоть от плоти Советский Союз, то есть, в отличие, например, от Ельцина, который смог от этого избавиться, потому что, ну, скажем, предпосылок для подобного отравления Советским Союзом было больше у Ельцина, например, чем у Путина. Потому что, если смотреть на фигуры Ельцина и Путина, например, образца 1991 года, то Ельцин был уже крупным политическим деятелем, который буквально скоро стал уже и президентом России, а Путин был там каким-то подполковником растерявшимся после того, как развалился, значит, Советский Союз и ГДР соединилась с ФРГ, и он там метнулся обратно к себе в Петербург. И, в общем-то, бедствовал. Соответственно, у Ельцина было больше предпосылок все-таки быть человеком Советского Союза, чем у Путина. Но получилось ровно наоборот. Ельцин смог в своем сознании вытравить это все и смог понять, насколько это было неправильно, а Путин так и не смог.